Какой чудесный день! О-о! Ведь... Ведь что? Что сегодня за день, Макс? День зарплаты! День зарплаты! Это потрясающий день! Первой зарплаты. Я уже заждался этой зарплаты. Первой. Надо долги раздать сразу. И бухать. И бухать. Так, чтобы было хао, а не бухао. Хао по-китайски хорошо, бухао плохо. Так что будем бухать, пока не станет бухао. По-любому завтра будет бухао. Хао. Ну... Да. Да. Очередя. При Новым Годом. Вот, решил пацанов научить холостяцкой жизни. Как оно самому жить, готовить. Да. Да, пацаны? Нет, я не согласен. Может, ты решил за первую зарплату поставить? Ха-ха-ха. Ну, чуть-чуть. Готовим, 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 готовим. К Новому Году китайскому готовимся. Давай! Давай за первую зарплату. Будем. Будем. Ой, бедолаги наконец-то поймали такси. Может быть. Не верим. И что, и что, вы мне предлагаете приют сесть? Да. Видно? Да. Отлично. А через решетку вам идеально. Ребята за решеткой. Ю-ху! Но, тем не менее, это такое отдельное... Мать-и! Новый год. Эй-па? А, нам китайский Новый год, ура! Эй-па? Это... Это что такое Эй-па? А-8 на китайском. Эй. А-8-па. А-а. Окей. Ты уже заснял? Я буду продолжать. Всем привет, привет, привет! Итак. Всех приветствую, всем вещаю. У нас сегодня... Какое у нас сегодня? Девятое февраля, да? Девятое февраля, и на улице у нас плюс 17, плюс 18 градусов. Вообще четенько. Классно. Третий день мы уже с Андрюхой отдыхаем. Почему? Потому что нам дали всем общие два выходных в связи с китайским Новым годом. А у нас еще и удачно попался третий выходной на вторник, на наш день. Вот. Три дня. И мы удачно пробухали. Да, Андрюха? Да, очень удачно. Бухау, бухау. Бухау, очень бухау. Надо найти сейчас магазинчик и купить какую-то воду. Да. Потому что пить хочется просто реально. Здесь, кстати, классная вода. Она и в Корее была, и здесь есть такая... Она как тонизирующая. Она, ну, как... Сделана вроде как для спортсменов, или там для тех, кто занимается бегом или велоездой. Ну, в общем, так она тонизирует, и там помогает, в общем-то, избавиться от этих, знаешь, излишних, короче, токсинов в организме. Надо вот найти магазинчик и купить такую воду. Да. У нас, кстати, в Украине, к сожалению, такой нет. Вот. Что еще рассказать? Ну, в общем, вышли в последний день с Андрюхой проветриться, подышать свежим, свежим, свежим воздухом. Свежим воздухом, да. Да. Ну, что погода классная, хочется гулять. Пойдем сейчас в парк университета, Ноттингемского университета. Здесь, в Нинбо, один из трех филиалов Ноттингемского университета. Один в Ноттингеме в Англии, второй в Малайзии, и третий вот в Китае, в Нинбо. Ну, что, пробрались мы на территорию Ноттингемского университета. А вы, как видите, ну, жара тут вообще конкретная. Февраль, 9 февраля, я в одной футболке, мне жарко в джинсах. Класс. Вот он, Ноттингемский университет. Ну, парковая зона классная, красивая, но, к сожалению, пустынная, потому что Новый год, наверное, у всех каникулы, все куда-то повыезжали. Наверное, встречает китайский Новый год в семьях китайцев, китайских студентов. Кра-со-та. Вообще, мы только что с Андрюхой даже задумались, как нам все-таки даже отчасти повезло, потому что мы во многолюдном, в миллиардном Китае, но умудряемся находить безлюдные, безмятежные, спокойные, красивые места, где даже не хочется не говорить, а просто послушать звуки природы в многолюдном Китае. Пути-пути-пути-пути-пути. Китае-пути Ребята, мы в Ikea. Ikea. Ну, собственно, вот весь люд, вот где весь народ. Кошмар. И я в таком магазине еще большом не был. Ни в эпицентр, ни в никакой, ни Ашан не попадает. Господи, не кричи. Не знаю, конечно, как там в Польше, как в Европе, но это реально здоровенный, здоровенный икеевский магазин. А что ты делаешь? Андрюха, я наслаждаюсь. Наслаждаюсь комфортом. Икеевским комфортом и размером. Размером в Сайз-Люкс. По-прежнему находимся с Андрюхой в Ikea. Увидели прекрасную возможность попить кофе за 5 юаней. Это чуть меньше доллара. И чуть позже выяснили, что за эти 5 юаней можно наполнять и наполнять такие маленькие кружечки с кофейком, но можно бесплатно пополнять. Ikea. Европа, ё-моё. Приятного тебе, да, Андрюха. Мандариновый рай. Два часа. Ikea настолько огромна, что мы с Андрюхой ходили по нему два часа. Есть там всё реально. Причём мы не посмотрели всего, далеко не посмотрели. Да, да, да. Мы даже просто уже потом побежали, потому что, блин, сколько можно уже башка кругом начала ходить от разнообразия ассортимента. Нужно реально иметь дворец, чтобы просто приехать в Ikea, затарить и заставить и оборудовать этот дворец. А так как мы здесь на определённый срок, мы решили не оборудовать свои квартиры конкретно. Но по ценам прошлись, поинтересовались, всё очень дёшево. Очень дёшево. Ну всё, мы дома, всё отлично, всё хорошо. Три выходных подошли к концу, так я никуда не ездил. Была возможность поехать в Шанхай, но решил сейчас туда не торопиться ехать, потому что в марте три из четырёх выходных я буду там, на выставках разного товара от фабрик китайских. Вот. На обратной дороге познакомились, точнее, с нами познакомился какой-то мужик, пенсионер со Швецией. Швед. У него здесь, он давно здесь живёт, пять лет. В общем-то, ему нравится. У него здесь три сына, они работают в Пекине, в Шанхае, ещё в какой-то провинции. Ну, хоть с кем-то, хоть с кем-то, слава богу, ура, и наконец-то я попрактиковал английский. Потому что с китайцами, судя по всему, этого не случится. Вопреки моим ожиданиям. Всё. Всем пока. Спасибо, что смотрите.